Всем привет! Меня зовут Саша и сегодня я расскажу самые свежие новости из мира страйкбола. Обязательно досмотрите видео до конца, там вас ждет приятный сюрприз. Начнем с итогов прошедшей игры «Сутки на броне 2.1», которая проходила с 15 по 16 мая 2021 года на полигоне Энергетик. Ни для кого не секрет, что орггруппа Стратег провела огромную работу над тем, чтобы игра вообще состоялась, так как было множество проблем с организацией территории. Но, несмотря на трудности, игру посетило более 1600 человек. Второе место заняла сторона «Союз», набрав 68 очков победы, а первое место поделили стороны «Единство» и «Коалиция», набрав 260 очков. На подходе следующая большая игра «Армада 2021», которая пройдет со 2 по 4 июля 2021 года на полигоне Министерства обороны. На игре будет присутствовать военная техника и канонада охолощенных выстрелов. Игра рассчитана на 40 часов, советую заранее подумать о припасах. Ссылка на мероприятие будет прикреплена в описании видео. Компания Цима выпускает копию автоматического АЕК-дробовика СГР-12, оригинал которого изготавливает Токио Маруи. Как и в оригинальной модели, дробовик оснащен тремя стволиками и возможностью введения полностью автоматического огня по три шарика за выстрел. Корпус дробовика изготовлен из алюминиевого сплава с фурнитурой из пластика. Внутренние стволики имеют диаметр 6,02 мм и отдельный узел, регулируемого хупап для каждого. Магазин по аналогии с оригиналом вмещает около 100 шаров. Запуск новинки в продажу запланирован на конец 2021 года. Цена пока неизвестна. Но и стоит дробовик от Цима будет дешевле оригинального СГР-12 от Токио Маруи. Страйкард не прекращает радовать нас новинками и доработками предыдущих моделей пиротехнической продукции. На рынок вышла новая версия МИН с электронициацией МЭС. Ранее изделие было из плотного картона с RCA-разъемом. Сейчас же корпус МИН пластиковый и влагозащитный, а провода с новым разъемом. Стоимость с горохом 110 рублей, дымовая 180 рублей. Недавно прошли успешные испытания АТ-4 от Страйкард. Ранее на рынке была представлена только одна модель АТ-4 от фирмы Deepfire. Новый гранатомет показал себя отлично. Снаряд смог поразить цель более чем на 200 метров. Также производитель разработал новую систему запирания снаряда, что довольно удобно, сравнивая с РПГ-26. У гранатомета один ствол под иглу. Вес составляет 4,3 кг. Цена текущей версии – 18 тысяч рублей. Новинка представлена в нашем магазине. Tokyo Marui анонсировала выход лимитированной версии винтовки PSG-1 в стилистике аниме-рпг игры Blue Archive. Blue Archive – это мобильная японская РПГ для iOS и Android платформ. Где винтовкой PSG-1 по сюжету владеет персонаж Рику Хачима Ару, в честь которого и будет запущена страйкбольная версия Tokyo Marui. Винтовка будет раскрашена в соответствующей игре цвета и иметь в комплекте поставки оптический прицел. Дата начала продаж и стоимость пока неизвестны. Nine Ball анонсировал кит легкого спуска для Tokyo Marui Sakom MK23. Новинка должна увеличить темп стрельбы и сделать спуск более легким и коротким. В комплект входит один выпускной клапан магазина, который в том числе можно докупить отдельно. Также Nine Ball выпустил интересный девайс для установки коллиматорных прицелов на пистолеты со встроенным защитным стеклом. Aegis HG Optic Protector представляет собой базу для установки компактных коллиматоров типа RMR и доктор на кожу в затвор пистолета со встроенным креплением под защитное стекло. Сама база выполнена из ABS-пластика. Защитная прозрачная линза изготовлена из поликарбоната. Новинка выпускается под пистолеты Glock 19 и 17 серии четвертой модификации MP9, MP9-5 Custom и High Kappa E от Tokyo Marui. База под прицел рассчитана на установку следующих коллиматоров. Tokyo Marui Micro Pro Sight, Lailax Evel Killer 08, ZigZao Romeo 1. Компания Battlestyle запустила в продажу многофункциональный наплечник Shoulder Armor. В комплект поставки входит сам наплечник с интерфейсом MOL, липучка велкора и креплением к разгрузочной системе или бронежилету, а также корсетная система для использования наплечника отдельно от жилета. Наплечник можно носить на левом или правом плече. Shoulder Armor уже доступна к заказу в Японии по цене 4600 рублей. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, а теперь новости для самых стойких. В следующих выпусках мы регулярно будем разыгрывать рюкзаки, пистолеты, прицелы и другие товары нашего магазина. Следите за новостями, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok